Утро 21 сентября 1943 года в доме генерального комиссара немецкого оккупционного округа Белорутиня с административным центром в Минске началось, как обычно. Охрана тщательно и жестко проверяла приходящую прислугу. Сумка горничной Елены Мазаник не была даже закрыта. Сверху лежал платок. Это подарок жене экс-гулядера фрау Анитя на день рождения, объяснила Мазаник. Улыбнулась и прошла внутрь. Советская Беларусь была включена немецкими оккупационными властями в состав рейхскомиссариата Остланд. Генеральным комиссаром белорусских территорий был назначен группенфюрер СС Вильгельм Кубе. «Надо, чтобы у них леденел мозг от одного упоминания моего имени», – заявил Кубе. На следующий день после прибытия в Минск он приказал расстрелять 2278 человек. Своей непосредственной задачей группенфюрер СС считал полное уничтожение населения города, зачистка его для создания новой немецкой столицы – Асгарда. Кубе считался так называемым «старым нацистским кадром». В национал-социалистическую немецкую рабочую партию он вступил еще в 1927 году. Гитлер ему был во многом благодарен, потому что Кубе был одним из первых членов немецкого парламента. Благодаря его усилиям многократно увеличилось количество членов партии. Они сумели, одерживаясь там победой, попадать в местные парламенты, в Лантаги. И он всегда был верным адептом и верным сторонником Гитлера. В Белорусской Советской Социалистической Республике отводилась роль кормовой базы для вермахта. Детальное описание использования ресурсов сохранилось в зеленой папке Геринга. Это кодовое название документа об экономическом порабощении Советского Союза. «Мы идем грабить, грабить и грабить», – заявил он на одном из заседаний правительства Рейха. Генеральный план ОСТ предусматривал колонизацию территории Советского Союза, которая, западная часть которого вся, а не только Белоруссия, до Урала должна была стать, ну, фактически, колонией Германии. На ее территории должно было быть, согласно плану немецкого идеолога Альфреда Розенберга от мая 1941 года, пять рейхскомиссариатов – Остланд, Украина, Москва, Кавказ и Туркестан, которые должны были занимать территорию Советского Союза, включая территорию Белоруссии. Верность идеям нацизма, доходящей до фанатизма, подкупала Гитлера. Фюрер назначил Кубе гауляйтером, то есть руководителем одной из областей в самом центре Германии. Впрочем, через три года с поста его сняли. По одним данным, проворовался, по другим – вполне милость. За сплетни о семье начальника партийной канцелярии Мартина Бормана. Чтобы избежать суда, отставной гаулятор попросился надзирателем концлагерь Дахау в 1940 году. Назначение на должность генерального комиссара в Минск он воспринял как личное прощение партии и Гитлера. В Минск Вильгельм Кубе приехал вместе с семьей, женой Аниты и тремя детьми. Они устроились с комфортом, заняли трехэтажный особняк на театральной улице, подобрали штат-прислуги. Тогда-то в дом экс-гауляйтера и попала Елена Мазаник. Говорили, сам Кубе заметил хорошенькую девушку в офицерском казино, где та работала официанткой. Кубе был убежденным антисемитом, что чума и сифилис для человечества – то евреи для белой расы. Чума должна быть уничтожена, не раз повторял он. На территории Беларуси он стал одним из вдохновителей и исполнителей нацистской политики геноцида и холокоста, направленной на уничтожение еврейского населения. Буквально с первых дней оккупации в Минске было создано одно из крупнейших в Восточной Европе мест содержания евреев – гетто Минское. И как раз таки оно было создано по указанию гауляйтера Куба. За годы оккупации в Минском гетто погибло свыше 100 тысяч человек. Физически крепких белорусов, происхождение или биография которых не вызывала вопросов у фашистов, отправляли на принудительную работу. Фактически немцы планировали, вот по плану Ольденбург, по зеленой папке Геринга, которая потом будет одним из обвинительных документов Нюрненбергского процесса, подтверждающих факт геноцида народов Советского Союза, народ собирались уморить голоду. Две трети населения Европейской части Советского Союза по плану ОСТ должны были быть уничтожены, но не столько и не обязательно в концлагерях и газовых камерах крематориев, сколько именно голоду. Кубе мечтал о чистом Минске. Город, по его мнению, предназначался для немцев. Придумал он и новое название для белорусской столицы – Асгард. Скандинавская мифология – город богов. Для него самого это, видимо, он рассматривал Белоруссию как новый трамплин, как шанс показать себя. Вот отсюда, например, завиральная идея с Асгардом – это классика жанра. Я сейчас сделаю вот это вот, фюрер увидит, умилится и вернет меня, и поднимет меня, и возвысит меня. Вот это вот людоедство с уничтожением евреев, на мой взгляд, аналогично. Это он пытался просто вернуться в обойму, показать, какой он правильный, какой он идеальный национал-социалист. С подачи группенфюрера Кубе на Комаровской площади Минска установили виселицы, которые по его приказу не должны были пустовать. Немец не должен на этих территориях делать ничего, даже носить свой собственный портфель. В попытках ликвидировать Ирода партизаны объединились с подпольщиками. Он очередной раз отправился на охоту, на него была организована засада. 2 марта 1942 года Кубе надел белый мундир и лично приехал в Минск. Минское гетто. Велел собрать детей, сбросить их в яму и засыпать землей. Сам расхаживал по краю и кидал кричащим от ужаса малышам конфеты. Через партизана чудовищной выходки узнали в Москве. Наркомат обороны СССР выпустил приказ Кубе уничтожить. 22 июня 1941 группировка вермахта «Центр» пересекла границу Советского Союза. Стремительное продвижение немцев отрезало от фронта не только местное население, но и тысячи красноармейцев. Они уходили в леса и организовывали партизанское движение. Партизанское движение в Беларуси было одним из мощнейших на всей территории Советского Союза. Здесь появился впервые белорусский штаб партизанского движения. Действовал общий центральный штаб партизанского движения, который, кстати, возглавлял предвоенный руководитель Беларуси Пантелеймон Пономаренко. И на территории самой БССР был особый отдельный штаб БШПД, Белорусский штаб партизанского движения, что говорит о масштабности. В 1941-м диверсионные отряды, подготовленные по приказу Наркомата обороны СССР, были заброшены в оккупированную республику. С собой рации, боеприпасы, медикаменты. Для регулярной связи стали использовать легкомоторные самолеты разведчики Р-5 и планеры Г-11. В 1943 году будет создан центральный штаб партизанского движения в Москве. Отдельная структура по руководству партизанским движением, которую, кстати, возглавит Пономаренко, бывший партийный руководитель Беларуси. Машеров будет его заместителем и будет непосредственно внутри оккупированной Беларуси руководить партизанскими отрядами. Одно из попыток убрать Ирода – такое прозвище получил нацистский функционер в советских донесениях – предприняли в бывшем Белорусском государственном театре. Куби должен был сопровождать на спектакль офицеров СС, прибывших отпраздновать годовщину захвата Минска. Подпольщики заложили в подвале под лучшими местами бомбу. Когда началось представление, раздался мощный взрыв. В тот вечер погибло 70 солдат, офицеров СС и службы безопасности. Более 100 немцев оказались в больницах. Но не Кубы. В последний момент экс-гауляйтер решил пропустить представление. Товарищ был страстным охотником. Очень ему нравилось охотиться в белорусских лесах. Он очередной раз отправился на охоту. На него была организована засада. На этот раз решили стрелять. Стреляли из автоматического оружия. Положили 50 немцев. Тоже неплохо, потому что это тоже были не просто немцы, не какие-то там егеря и рядовые солдаты. Тоже был офицерский состав. Причем такой серьезный, не рядовой. 50 человек положили, его не убили. Он в этот момент отъехал куда-то в сторону. На каждую попытку покушения нацист отвечал карательными операциями. Это по его приказу. Вместе с жителями было сожжено около 500 деревень. В том числе Хатынь. Есть сценограмма одного из заседаний, которое проводилось на генеральном комиссариате Вайс Рутенен под непосредственно председательством Кубы. И там он говорит почти дословно такие слова. Мы пришли сюда для того, чтобы управлять. Немец не должен на этих территориях делать ничего. Даже носить свой собственный портфель. Фашисты ввели в Минске жесткий пропускной режим. Каждый, кто хотел попасть в город или покинуть его, проходил через посты охраны. Их контролировала СД. Служба безопасности нацистского руководства, ставшая отдельной структурой еще в 1934 году. Как удалось ликвидировать Кубы? СД досконально изучила биографию всей прислуги Кубы, кроме трех горничных. В дом допускались две кухарки и дворник. К Елене Мазанек вопросов не возникало. Деревенская девушка. Образование всего шесть классов. Ею была довольно молодая жена экс-гауляйтера Анита. Елена отлично ладила с их детьми. В попытках ликвидировать Ирода партизаны объединились с подпольщиками. Одной из тайных ячеек организовала преподаватель Минского юридического института, секретарь партийного комитета вуза Мария Осипова с позывным «Цапля». Мы знаем, что минские подпольщики очень разнообразно действовали. Начиная от простейших вещей, они собирали сводки в Совинформбюро, слушали по радио, хотя немцы запретили использование радиоприемников. Тем не менее остались люди, которые у себя сохранили эти радиоприемники, принимали по ним передачи советских радиостанций, Советского информационного бюро в частности. переписывали от руки, расклеивали эти сведения с фронта и таким образом проводили информационную войну против немцев. На поиск и уничтожение партизан и подпольщиков немцы направляли «Айнзацгруппы» – военизированные отряды службы безопасности нацистской Германии. Иначе, в эскадронной смерти, действовали они безжалостно. Практически все продовольствие немцами целенаправленно вывозилось или целенаправленно уничтожалось в плане борьбы с партизанским движением. И это, в общем, была такая достаточно известная политика, когда если деревню, скажем так, заподозривали в том, что население поддерживает, то есть кормит партизан, просто приезжали немецкие каратели, вытаскивали все зерно, все картошку, сваливали в ямы, заливали бензином. Получив данные от наблюдателей о перемещениях Кубы, Мария Осипова предложила снабдить оружием добровольца. Представить его информатором и попробовать добиться личной встречи с генеральным комиссаром. Отправляясь к Ироду, подпольщик спрятал под одеждой небольшую бомбу, а пистолет прикрепил к глинищу сапога. Кубе ждал информатора в обеденное время в столовой для офицеров СССР. Молодой человек почти вплотную подошел к фашисту, но когда наклонился за пистолетом, охрана открыла огонь. Велся слишком нервно, его заподозрили, попытались связать, он начал отстреливаться, тоже положил несколько человек. Это официальный прием, это опять-таки там люди не рядовые. Тоже он убил несколько немецких офицеров. Кубе пуля не досталась. Месть за неудачное покушение последовала немедленно. Весна, русалка, праздник урожая. За названиями кровавые карательные операции, которую одну за одной инициировал Кубе. Волшебная флейта, а точнее ляз зафоров и выкрики немецких солдат, звучали в Минске с 17 по 22 апреля 43-го года. Он стал единственным из такого уровня немецкой оккупационной администрации, который был уничтожен партизанами в результате успешного теракта. Елена Мазаник, Надежда Троян и Мария Осипова смогли добраться до партизан и были переброшены самолетом в Москву. Это квинтэссенция вот этого белорусского сопротивления. Среди немногих подпольщиков, которые успели покинуть город, была Мария Осипова. Несколько дней она провела в партизанском лагере. Там устроили, как сказали бы сейчас, настоящий мозговой штурм. Кубе казался заколдованным. За два месяца пять покушений и все неудачные. Так родилось еще одно прозвище Кубе – везунчик. К 43-му году немцы нарастили число военных в Минске. Нацистов там стало едва ли не больше, чем местных жителей. Крупные населенные пункты находились под охраной немецких гарнизонов. Например, в том же Минске постоянно дислоцировалось около пяти тысяч военных немцев, а периодически количество военных здесь достигало пятидесяти тысяч. Поэтому установить партизанскую или подпольную зону в Минске было просто физически невозможно. Подпольщики, в том числе и Мария Осипова, постоянно следили за домом Кубе. Возникла идея использовать Елену Мазани. В доме генерального комиссара на театральной она бывала ежедневно. Свою помощь в качестве связной с горничной предложила разведчица Надежда Троян. Немцы не считали партизан-боенными. А немцы, напомню, их называли бандитами. И была, собственно, должность уполномоченного рейхсфюрера СС по борьбе с бандитизмом на Востоке, которую занимал обергруппенфюрер СС Эрих фондом Бахзелевский. И который, фактически, в руках которого были все антипартизанские части, в том числе и коллаборационистские, который тем и занимался, что боролся с партизанами на всей территории Восточного фронта. Ну и в первую очередь в Белоруссии. Ну, собственно, и резиденция у него была в Могилеве, а с 43-го года в Минске у Бахзелевского. Летом 43-го года Трояне Осиповой удалось проникнуть в Минск и впервые встретиться с Мазанем. Подготовка к операции, получившей название «Возмездие», растянулась на два месяца. Как удалось ликвидировать Кубы? Увидев пришедшую на работу горничную Анита, жена Кубы распорядилась отнести платок, свежие полотенца и белье в спальне на втором этаже. Сама она уже с трудом поднималась по лестнице, была на девятом месяце беременности. Для Елены это серьезно осложняло выполнение задания. Она искренне считала, что беременная женщина и дети не должны пострадать. Известен еще один факт. Сначала Мазаник предлагали не рисковать с бомбой, а использовать не менее эффективный, но куда более безопасный для нее способ ликвидации Ирода – яд. Когда ей предлагали отравить, она сказала, «Вы что, мы же отравим в первую очередь его детей. Вы чего, детей нельзя?» То есть нормальная была тетечка, которая со своими нормальными женскими подходами, провинциальными подходами к жизни, ей не хотелось отравить детей, ей не хотелось отравить, не дай Господь, супругу его, потому что супруга очень по-доброму к ней относилась. Ну, а лично он, да, лично он людоед, с ним надо разобраться. Супруги спали раздельно, и Лена подложила бомбу, которая пронесла в сумке, прикрыв платком под матрас Кубе. Потом пожаловалась хозяйке на сильную зубную боль и отпросилась с работы. Повязав щеку, сбежала по ступенькам дома и быстро пошла вдоль улицы. В 0.00 часов 40 минут 22 сентября 43-го года в спальне особняка на театральной прогремел взрыв. Кубе умер мгновенно. Кстати, он стал единственным из такого уровня немецкой оккупационной администрации, который был уничтожен партизанами в результате успешного теракта. Потому что это даже не просто теракт, это целая разведоперация по внедрению в дом Кубы и, собственно говоря, по ликвидации. Да, охрана там была достаточная, ну, там были, в общем-то, штаты, и немцы серьезно относились к вопросам безопасности. В Германии объявили траву и устроили пышные похороны. Вильгельма Кубе посмертно наградили рыцарским крестом с мечами за военные заслуги. Подвиг Елены Мазаник – это просто показатель настроя белорусов, белорусского народа во время Великой Отечественной войны, во время оккупации. Это квинтэссенция вот этого белорусского сопротивления. Елена Мазаник, Надежда Троян и Мария Осипова смогли добраться до партизан и были переброшены самолетом в Москву. Там 29 октября 1943 года им вручили звезды героев Советского Союза. Удивительно, но это исторический факт. Даже в Берлине, несмотря на показательную скорбь, положительно отреагировали на новость об уничтожении Кубе. Рейхспюрер СС Гиммлер воскликнул. Это просто счастье для Отечества. Многочисленные покушения на одного нациста наносили серьезный урон всему Бермахту. Только за два месяца охоты на Ирода партизаны ликвидировали около 200 офицеров СС и службы безопасности нацистской Германии. СССР КЛИЧЕСКОГО